Театр Кукол Сказ завершил 67-й театральный сезон. Этот творческий отрезок подарил любителям сценического искусства. Пять ярких премьер и гастроли. Театр принимал на своей сцене коллег, развивал новый проект и неизменно радовал юных и взрослых зрителей. Рассказывает Юлия Балдина. Театр Кукол Сказ – это место, где искусство оживает и становится частью жизни каждого зрителя. Здесь работают настоящие мастера своего дела, которые вкладывают душу в каждую постановку. В этом сезоне театр порадовал зрителей интересными спектаклями, такими как «Гроза» по произведению Александра Островского, «Загадочная история одного лиса», «Электроснеговик», «Тигренок на подсолнухе», «Пушкин сказ». В начале уже прошедшего сезона мы выпустили премьеру спектакля «Гроза». Это 16+, это для взрослого зрителя, для подростков. Проходят в школе, в школьной программе. Это для нас, конечно, такой очень интересный опыт. Мы его показывали в течение всего сезона. Это и вечерний, в том числе, спектакль. Как показала эта практика, это пользуется на самом деле популярностью. Некоторые взрослые пришли первый раз в театр кукол. Очень удивились, что действительно есть такие сложные темы, объясняются вот таким вот языком театра кукол, абсолютно доступно и за довольно-таки небольшое, короткое время. И помимо этого мы начали развивать направление экскурсий, экскурсий для взрослого зрителя. Это, естественно, приоткрываем закулисье и работу наших цехов, то, как создается сказка, как создается спектакль. И на эти экскурсии билеты тоже уже заранее выкупаются. А эскиз творческой лаборатории Театра нации Театром атомных городов 2022 года превратился в полноценный спектакль «Загадочная история одного лиса», над которым работали режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Максим Морозов и художник-постановщик из Могилёва Никита Запаскин. Именно в этом спектакле по ту сторону сцены оказался главный режиссер театра Павел Зимкин. В истории про лиса он исполнил несколько ролей. Отметим, что этот спектакль получил диплом лауреата на Свердловском областном конкурсе театральных работ и премии «Браво» в номинации «Лучший актерский ансамбль в Театре кукол». Как актер по долгу службы, да, еще мастера в Петербургской академии театрального искусства настоятельно рекомендовали, чтобы режиссер как минимум раз в месяц, раз в два месяца выходил на сцену, чтобы не терять навык, чтобы понимать специфику актерской профессии. И непосредственно у станка, да, нужно свои вот эти вот знания прокачивать. С приглашенным режиссером, да, удалось еще и в полноценном таком репетиционном процессе поработать над спектаклем про лиса. Поэтому это как бы такая история абсолютно рабочая. Вот каждый режиссер должен периодически выходить на сцену, на зрителя. Создание кукол — это удивительный процесс, в котором участвуют художники, конструкторы, инженеры. В этом году для спектаклей в мастерских театрах было создано 68 кукол разных видов. Например, куклы-маппеты, ростовые, планшетные и гапитные. Каждая из них — это результат кропотливой работы и творческого подхода. В этом сезоне, в прошедшем, мы работали с тремя художниками. Во-первых, это наш главный художник Людмила Гусарова. С художником из Белоруссии Никитой Запаскиным мы поставили спектакль «Загадочная история одного лиса». И с Павлом Хитцовым у нас две постановки — это «Гроза» и сейчас «Буратино». Одним из важных событий прошедшего театрального сезона стали обменные гастроли с театром юного зрителя «Саби» Владикавказа. Обмен сценами произошел в рамках федеральной программы «Большие гастроли». А к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина театр «Кукол» порадовал новоуральцев новой постановкой «Пушкин сказ». Спектакль поставлен на средства гранта губернатора Свердловской области. Но и летом кукольники не отдыхают. И уже в июне в рамках гранта губернатора области они отправились на гастроли в северные населенные пункты нашего региона, чтобы порадовать ребят не только спектаклями, но и мастер-классами. Огромное спасибо нашим новоуральским преданным любимым зрителям, которые верят в нас, которые всегда ждут от нас какого-то чуда. Приходите на наши спектакли в следующем сезоне. Будет очень здорово, не менее интересно. Артисты, работники творческих цехов, технические специалисты и вся семья театра «Кукол сказ» провела насыщенный сезон. Занавес закрылся в 67-й раз. И зрительный зал опустел. Но в новом сезоне зрители ждут яркие премьеры и новые театральные события. Юлия Балдина, Данил Запивалов, Новоуральская вещательная компания.